Кубок губернатора Ямала 2023 завершался матчем ямальской юношеской сборной с белорусами. Такой аншлаг встретишь разве на Суперлиге. На площадке борьба за серебро. Первый сет за гостями турнира, но три последующих хозяева площадки уже не отдадут. Спасибо всем зрителям, что нас поддерживали. Было очень приятно. Очень много кто поддерживал. Очень. Поддерживали, конечно, волновались. Болельщики-одноклассники Максима Белова уверены, звездная болезнь их товарищу-кадету не грозит. Он очень позитивный, хороший, не зазнается. Это серебро показало у наших ребят настоящий северный характер. Серебро – достойный результат для команды, в которой самому младшему игроку всего 11. Сегодня все было очень похоже на Суперлигу. Зачастую факел так поддерживают взрослые. Мальчишки именно характерно сыграли в самые тяжелые моменты. В шестом арктическом международном детском турнире сыграли 12 команд. Шесть из них – юношеских и столько же девичьих. Волейболисткам из Ямала на этот раз не удалось пробиться в тройку лидеров. Первое место у нас – команда Вологодской области. Второе место – это команда Республики Болгария. И третье место – это команда города Москва. Что касается парней, то золото у нижегородцев, а бронза уедет в Белоруссию. В турнире также сыграли юноши и девушки из Калининграда и Югры. Возраст спортсменов – 13-14 лет. Участники нынешнего Кубка губернатора Ямала все как один говорят о высоком уровне соревнований. Я думаю, что это просто великолепно. И надо благодарить людей, которые этот турнир проводят. Новый рингой – это образец для проведения детских турниров. За пять дней турнира сыграно 30 матчей. Их сопровождала судейская коллегия из двух десятков человек. Праздник волейбола – доказательство того, что слоган состязаний «Турнир, где рождается дружба» работает.